Роснефть представила в суде новые доказательства осведомленности АФК-системы о незаконном владении акциями Башнефти. Также компания представила пояснение касательно займов и доказательства несвязанности реорганизации и планов по проведению IPO. Эти доказательства суд попросил предоставить во время предыдущего заседания неделю назад. Представители истцов отметили, что ими приложены все протоколы, касающиеся реорганизации, и ни в одном из них не упоминается какая-либо связь с планами по проведению первичного размещения акций на лондонской бирже. Иными словами, таких документов и планов попросту не было. Этот вопрос очень важный, поскольку система объясняет реорганизацию Башнефти необходимостью ликвидировать кольцевую структуру ее владения для законного выхода на IPO. В Роснефти полагают, реорганизация Башнефти была вызвана совершенно другой причиной, а именно стремлением финансовой корпорации вывести активы из башкирской компании, поскольку в системе хорошо знали, что незаконно владеют этими активами и распоряжались ими с учетом этого понимания. Кроме того, в ходе суда выяснилось, никакой законодательной нормы, которая запрещала бы компании, имеющим закольцованную структуру владения акциями, выходить на IPO не существует. Данный факт подтвердил представитель системы в суде. На появление солидного объема дополнительных документов от истцов представители системы вновь попросили перенести судебное заседание, на этот раз на целый месяц. Суд удовлетворил ходатайство лишь частично. Рассмотрение продолжится 23 августа. Пресс-секретарь Роснефти Михаил Леонтьев заявил, АФК-система ходатайствовала о переносе рассмотрения дела так, как рассчитывает на внесудебное решение в разбирательстве. По его мнению, единственная тактика, которую применяет АФК-система в судебном процессе, это его дискредитация с одной стороны и с другой стороны бесконечное затягивание процесса, смыслом которого является дождаться какого-то внесудебного решения вопроса. Конец цитаты.